Продолжение следует... Которая расскажет нам об уникальном виде спортивного искусства капоэра. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Антон. Ну, первый вопрос, соответственно, что же такое загадочное слово капоэра и вид спортивного искусства? Капоэра – это спортивное единоборство, игра из Бразилии. Оно появилось в 17 веке и потихоньку дошло до наших дней и сейчас стремительно развивается по всему миру и в России. Как произошло зарождение в Ульяновске, в Ульяновском регионе? В Ульяновск я переехал в 2020 году и я целенаправленно решил развить Ульяновск. Вот это мне просто интересно стало. И в 2020 я переехал, начал потихоньку свою деятельность. А с чего все началось? Вот почему именно вы решили выбрать Ульяновск, так скажем, локации для того, чтобы развивать у нас капоэру? И был ли кто-то до вас здесь? Может быть, вы знаете, какие-то контакты или вы вообще, так скажем, на голом поле? Ульяновск выбрал, потому что это не чужой для меня город. Я здесь часто бывал, здесь много родственников, как и Тольятти, которым я учился КПР. До меня тоже были попытки, не знаю почему, но они были не очень удачные. Но, да, одна девочка, она пыталась здесь вести работу, и я ее знаю. Но сейчас где она, и что, я не в курсе. Где вы находитесь, где дислоцируетесь, как вас можно найти? У нас есть занятия в новом городе, в центре и на севере. Кто участники ваших групп, дети, взрослые, какой возраст, контингент? В основном дети, дошкольники, начальные классы, взрослые. Ну, правда, взрослые пока что только здесь, в центре, но планируется с лета и в новый город. В целом планы, чтобы были все возраста во всех районах. То есть верно сказать, что зарождение КПР в Ульянске началось с вашим приездом с 2020 года? Да, можно и так сказать, да. В чем отличие тренировок с детьми и взрослыми? Детские тренировки больше развивающие, как ОФП для детей, много игр. Дети даже не совсем понимают иногда то, что тренировка происходит. Это, мне кажется, идеальный вариант, когда дети не думают то, что они находятся на тренировке. Происходит игра, и через эти игры они тренируются движением КПРа, тренируются взаимодействовать с партнером, тренируются в какой-то музыкальной части КПРа. Это не утомляет детей, они готовы тренироваться, тренироваться, тренироваться. Они еще приходят домой, они еще и дома скачут, родители все время говорят, поют песни. То есть для детей это не как какое-то наказание или тренировка такая строгая. Они увлекаются этим по-настоящему. Я правильно понимаю, что в КПРе собирается синтез спортивности, музыкальной части и непосредственно игровой формы. Что по музыкальной основе? Какие используются произведения? Это подлинные народные бразильские мелодии или, может быть, это авторские произведения бразильских композиторов? Используется именно традиционная часть бразильской культуры, афро-бразильской культуры. Используется инструмент такой, как берембау, это музыкальный лук. Иногда, если увидеть капуэристов, можно подумать, что это такой лук или удочку взяли с собой. Такой интересный инструмент. Барабан, есть бубен Пандейру и колокольчики Агогу. То есть сами капуэристы, они же играют на этих музыкальных инструментах? Да, сами капуэристы играют. Все-таки широкий кругозор у этих спортсменов. То есть это не только активности, но еще и непосредственно вот это, так скажем, искусство во всем его проявлении. Капуэрист, он впитывает прямо фундаментальные вещи бразильской культуры, да, определенно. То есть это и музыка, и сама капуэра. Самая капуэра, собственно, она подразделяется, не ограничится только самой капуэрой. То есть там есть и танец макулеле, есть самбо. То есть на семинарах каких-то больших, когда много тренировок по капуэр, иногда разбавляется это все именно вот такими вещами, как самбо. Форо – это танец на подобии бачат. Какие-то музыкальные части. То есть очень много всего интересного. Но вообще вид этого спортивного искусства, он достаточно зрелищный, очень эмоциональный, яркий. Я правильно скажу, что у вас это зародилось наверняка желание в детстве, может быть, что-то были какие-то впечатления, потому что это, я думаю, что не воспитается так вот в каком-то зрелом возрасте, все равно есть какие-то предпосылки к этому. Ну, предпосылки у меня еще где-то в 2000 году были. Мне всегда хотелось заниматься чем-то, ну, были популярны боевые искусства. Я знал, что существует УШУ, где есть удары, акробатика, мне такое нравилось. Но я понимал то, что это не совсем то, что мне хочется. Но хотелось чего-то похожего. Как-то наткнулся на статью про новосточные боевые искусства, и там вскользь было сказано про КПР. То, что есть такой в Бразилии вид искусства, где есть и акробатика, и гимнастика. Вот. И меня как-то зацепило уже даже только само название КПР. Где-то что-то похожее на УШУ, но вообще на другой стороне земного шара это так оказалось очень удивительным. И я начал искать что-то где-то, я уже даже начал представлять примерно, как это выглядит. Понимал то, что это что-то, наверное, даже как-то связано, может быть, с брейк-дансом, там, стойки на руках и еще такое. Потом это все еще в школьные годы было, и я в санаторий отдыхал. И здесь, в Ульяновской, Винновской рощи, я увидел игровые автоматы, там были Sony PlayStation, и была игра такая, Tekken 3, где был персонаж, капуэрист. И я так увидел и понял, что это то, что мне нужно. Знаки судьбы, да? Да, я понял то, что это то, что мне нужно. Начал ходить туда, играть. Уже больше представлений появились. Мне на пути уже в те годы попадалась литература, через которую я узнал историю КПР, какие-то названия ударов. И уже с более-менее таким багажом хорошим, понятно, где... Ну, уже я понимал, что такое КПР, отправился в Тольятти на работу и там познакомился с единомышленниками. Вот. И уже тогда началась более серьезная часть, где я занимался в группе, где уже были более опытные ребята, которые ездили в Москву и приглашали семинарами тоже из Москвы инструкторов. Вот. Получил пояс свой первый в 2007 году в Москве. Вот. Посещал семинары. То есть здесь также система поясов в существе? Да, да. Какой у вас сейчас пояс? Синий-зеленый. Так, что он дает, какие полномочиями вас наделяет, так скажем? Это пояс выпускника. Синего пояса – это пояс выпускника школы. Это человек, который уже может преподавать. По сути, он развивает КПРУ, то, что он уже знает КПРУ себе и развивает ее для других людей, так скажем. Ну, это прекрасно. А вообще слово КПРУ, как переводится, что оно означает? Никак не переводится. Есть теории, только как… Какие же они? Теория, то, что это трава такая, на которой очень удобно. В Бразилии? Да, в Бразилии это полянка, на которой очень удобно заниматься КПРУ. Как это было в 17 веке, наверное, да? Ну, да, да. А сегодня в современном мире что-то требуется для занятия КПРУ? Какой-то может быть особый, я не знаю, ринг или просто площадка какая-то подготовленная? Нет, ничего особо не требуется. Достаточно просто пола и все. То есть КПРУ, она появилась на улице, там вообще залучили. А, это уличный такой КПРУ, да? Ну, вообще изначально она зародилась в тяжелых условиях. Ее привезли, ну, какие-то традиционные вещи, они, предтечи КПРУ присутствуют в Африке. Вот, среди африканских рабов. И занятия КПРУ не поощрялись сеньорами. Вот, и приходилось тренироваться там, где есть. То есть в бараках каких-то. И либо рабы убегали, основывали свои поселения, там тренировались. Когда уже рабство было снято, множество рабов, они не имели ни образования, ничего, естественно, они превращались просто в маргинальные какие-то объединения. То есть это было много бродяг, было среди капуристов и прочее. И это варилось, развивалось на улице. И вот где-то с начала и середины 20 века появились именно школы конкретные, где капуристы занимались. В них есть какие-то отличия, течения, какие-то предпочтения в этих школах? Или как-то они по одному типу существовали? Ну, если касаться тех времен, то разницы никакой не было. Просто были разные мастера, и они как бы тренировали капуэр. А вот эта активность именно в России когда появилась? Когда вот уже узнали, что в Бразилии есть такой вид искусства, и как бы привезли к нам, и вот такое движение? Ну, активность появилась изначально, естественно, в Москве, где-то с конца 90-х годов. То есть это настолько очень еще молодое у нас вообще в целом направление? Да, да. Оно только еще долго развивалось, где-то с середины нулевых только начало прям по-настоящему развиваться. Вот, уже приглашали много бразильцев, и тут уже прям КПРН начала развиваться и по России хорошо. И в провинции тоже. Но сейчас практически уже во всех городах есть этот вид искусства? Или все-таки не совсем? Практически во всех городах. В больших городах, которые больше 500 тысяч населения, практически везде есть КПР. Я знаю, что буквально на днях у вас завершился семинар, на который съехались все спортсмены из разных городов. Расскажите немножко, что поднимались, какие вопросы на семинаре. Был ли он только теоретический, или, возможно, были какие-то мастер-классы, практические занятия? Были практические занятия. Пригласил своих хороших знакомых и друзей из Тольятти, с которыми тренировался долгое время. Они давали тренировки, мастер-классы для детей и взрослых. Дети и взрослые могли еще посмотреть, как взаимодействуют старшие пояса. То есть играют с друг другом, чтобы было больше представления. Потренироваться вместе с ними, поиграть вместе с ними. И в целом семинар имеет такую функцию, показать, что это нечто большее. Потому что люди часто занимаются, приходят в залы за дня в день, и у них может сложиться впечатление, что КПР – это вот этот сальчик и несколько человек. А КПР – это целый мир, это другие города, это другие страны. Это как бы такое комьюнити. Я благодаря КПР много знаю и за рубежом, и в России людей. У меня много хороших знакомых в России. А сами бывали в Бразилии или есть мечты, планы посетить эту страну? В Бразилии не был. Есть такая мечта, но она сейчас не приоритетная. Чтобы быть хорошим КПУристом и учиться хороших КПУристов, не обязательно ездить сейчас в Бразилию, потому что уже за рубежом в Европе достаточно хорошего уровня есть КПУристы, которых можно учиться. А вообще в целом напитаться духом, ароматом этой страны, этих жарких погод, там невозможная атмосфера вот этой жизни романтичной? Я даже считаю то, что именно это приоритетное. То есть не сколько тренировки в Бразилии, а сколько именно отправиться в Бразилию и пропитаться вот этим духом бразильским, чтобы... Там, допустим, посетить самбо-дром. Да, 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 да. Ведь Бразилия – это вообще кладезь вот именно вот таких зрелищ именно. Я вам скажу, что их все искусства, они все зрелищные, очень массовые. Конечно же, посетить и тренировки по КПР, но это как часть. То есть прогуляться по Рио или Сальвадору – это вот, да, это очень было бы интересно. А вообще, кроме КПР, что-то еще из бразильской культуры нравится? Может, вы знаете там популярных современных художников, музыкантов, каких-то писателей, что-то вот? Ну, если уже так и в целом эта культура этой страны так привлекает? Как конкретно их личностей, личностями я не интересуюсь. Вот. Как бы роль личности в истории, она не так важна. Но в целом мне нравится Басанова, нравится именно Карнавал, нравится Рио, нравится их... Вот именно архитектура колониальной, именно Португалии. Вот. Мне многое, что нравится. Я с детства смотрел, вот, ну, мама смотрела сериалы, и я иногда видел, как... Бразильский. Да, бразильский. И как люди эти выглядят, как они разговаривают, на каком языке. Да, мне нравится португальский язык, как он звучит. То есть, в целом, интересуюсь, конечно. Потому что невозможно, мне кажется, интересоваться КПР и не интересоваться культурой Бразилии. Ну вот, вы говорите, что пока что в Ульяновске около 60 человек, которые занимаются КПР. Есть ли желание как-то выйти на более крупный уровень, чтобы уже вы, так скажем, из частного образа вышли в более какой-то признанный, может быть, государственный? Может быть, есть предложение, с которым можно обратиться, я не знаю, в вышестоящие инстанции, там, в Министерство спорта, чтобы это именно узаконить, вот этот вид искусства спортивного на региональном уровне? Со временем, думаю, так и будет, естественно, путем. Вот, ну, сейчас мы развиваемся, и то, что вот прошел семинар, то, что ученики получили первые пояса, это как раз свидетельство о том, что у нас идет развитие. То есть, у нас постоянно прогресс. А непосредственно участники как узнают о вас? Сарафанное радио, между собой какие-то, там, я не знаю, сообщения, соцсети? Ну, в основном сарафанное радио и соцсети. То есть, все-таки на этом вы делаете большой акцент. Кто может прийти заниматься КПР? Какой должен быть начальный уровень физической подготовки, так скажем? Вообще можно без физической подготовки приходить. Это вот особенно меня очень устраивает. Мне ко мне, вот, и причем даже не обязательно ждать, там, начало года. То есть, ко мне недавно пришел человек вообще без физической подготовки. Он выше собственного колена не поднимал ногу, то есть, настолько. Сейчас он уже ногами машет довольно-таки неплохо. Он просто еще старается, он, конечно, не пропускает занятия, и у него есть уже неплохие результаты. То есть, можно прийти без физической подготовки и заниматься наравне с остальными. Потому что, даже если мы, допустим, делаем какой-то акробатический элемент, что может, например, напугать, то, естественно, я новичку не буду давать, заставлять полноценно сделать колесо. Есть множество подводящих упражнений. И, как бы, все будут делать колесо, все будут тренировать колесо, но каждый на своем уровне. Влияет ли различие пола женщины, мужчины принципиально, это не принципиально? Вот исторические данные сказали, что это были бродяги. Изначально все-таки, наверное, мужской вид спорта. Да, изначально это мужчины были. Да, бродяги, портовые рабочие. Да, это такое очень мужское было сообщество. Но это уже стереотип ушло, да? Сегодня занимаются и женщины. Да, именно как раз с реформатором, мистером Бимбо, начали появляться женщины в КПР. И они привнесли уже большой вклад в КПР, потому что именно такой красивый КПР и стало благодаря женщинам, мне кажется. Мужчины начали стараться больше делать красивых движений, больше красивых ударов. А в схватках могут участвовать и мужчины, и женщины, или только женщины, только мужчины? Да, мужчины и женщины, да, могут вместе. Хотя на соревнованиях есть разделение, но на тренировках нет. И вообще, как бы... То есть женщина, как бы им не дается поблажек каких-то, они участвуют на уровне также с мужчинами в этих... Нет, причем, если женщина хорошего уровня, девушка, то поблажки она будет, скорее всего, давать мужчинам, если у него уровень меньше. И непосредственно саму игру, вы уже сказали, сопровождают вот эти вот национальные музыкальные инструменты, бразильские. Как в Ульянске обстоят дела? Здесь фонограмма у нас используется или у нас есть тоже эти инструменты? У нас есть инструменты. Так. Кто на них играет? В основном я, но сейчас и среди моих взрослых учеников тоже есть те, кто умеет играть. То есть когда происходит игра, вы также сопровождаете ее обязательно музыкой? Да. Ну, в основном один инструмент на тренировках. Но если какое-то большое мероприятие или именно игра, такая так называемая рода. Рода – это круг из людей, которые играют на инструментах, хлопают ладоши. То есть еще группа поддержки. И в центре два купуриста играют. Это называется родой. Вот. Если вот такую роду мы собираем, то могут быть несколько инструментов. А как вообще освоили эти инструменты? Вообще сложно играть? Там вот на бубне, на колокольчиках, барабан, на луке? Базовые какие-то ритмы несложны. Что удивительно, вот освоив вот эти базовые ритмы капуэра, их можно достаточно быстро, но от этого музыка не страдает. Она не выглядит примитивной, она интересная. Вот. Как бы достаточно быстро можно освоить базовые уровни. Ну что ж, я желаю вам развиваться. Я желаю вам новых учеников. Спасибо. Надеюсь, что мы на более громком уровне услышим о капуэре Ульяновске. А нашим уважаемым телезрителям я напомню, что сегодня героем телепроекта «Гость студии» был Михаил Фадеев, тренер городской ульяновской команды капуэра. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Нам всегда есть, что вам рассказать. Спасибо.